Связь с Россией Михаэль Баухмюллер Судяющий Зейтунг, Германия 14 мая 2018 года В Москве Петер Альтмайер Петер Альтмайер Увидит много озадаченных лиц Министр экономики ХДС Отправляется сначала в Киев А затем дальше, в Москву В обеих странах речь пойдет О поставках газа О запланированном Балтийском трубопроводе Северный поток 2. Однако в Москве будут говорить О санкциях, а именно О санкциях США Для сотен немецких фирм Время на исходе Через три недели в силу вступят Новые Вашингтонские санкции против России Конкретно речь идет о 12 российских Компаниях в руках Семи близких к Кремлю олигархов Которые в свою очередь имеют Доли в примерно 8 тысячах других фирм Их имущество замораживается И лицам из США Вообще запрещено торговать с ними И это еще не все Запрет действует и для компаний Вне США Им тоже грозят санкции Если они умышленно будут Содействовать важным сделкам Новые правила вступают в силу 5 июня Эта ситуация сильно напоминает ситуацию в Иране Где Вашингтон вновь ввел санкции И все равно никто не может предвидеть Что это означает для немецких фирм Самое большое зло этих санкций состоит в том Что они вселяют неуверенность Которая теперь распространяется в экономике Говорит Михаэль Хармс Мичель Армс Глава Восточного комитета немецкой экономики И хотя европейские фирмы будут лишь косвенно затронуты антироссийскими санкциями США Им вновь будет причинен определенный сопутствующий ущерб от американской внешней политики Мы считаем эту ситуацию вредной Осторожно говорит Альтмайер В зависимости от интерпретации нельзя даже обновлять программное обеспечение При строгой интерпретации правил могут быть затронуты сотни немецких фирм Прямо или косвенно В санкционный список попал, например, олигарх Олег Дерипаска И вместе с ним автопроизводитель ГАЗ С которым, среди прочих, сотрудничает Volkswagen Не говоря уже о немецких поставщиках Алюминиевый концерн «Русал» тоже относится к империи Дерипаски Продукция сырье «Русалы» содержится в большей части немецкого алюминия Похожая ситуация с немецким программным обеспечением В зависимости от интерпретации санкций Теперь его уже нельзя безопасно обновлять Поскольку это могло бы помочь какому-либо из инкриминированных предприятий Многим фирмам трудно оценить, нарушают ли они санкции И если да, то в какой момент, говорит Волкер Трейер Волкер Трейер, заместитель главы внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Это ведет к сдержанности Скоро это уже отразится в статистике Параллельно делегация германского экономического объединения металлы Отправилась в Вашингтон, чтобы там поговорить с компетентными органами Эта отрасль беспокоит в первую очередь снабжение алюминиевым сырьем глинозимом Которое частично тоже находится в руках Дерипаски Эти санкции приведут к значительным трениям Говорит руководитель этого экономического объединения Франциско Эрдле Франциско Эрдле Они уже оставляют первые следы в снабжении алюминием Отрава уже давно начала действовать Так, например, Восточный комитет немецкой экономики наблюдает растущую сдержанность у банков Сейчас многие компании действуют слишком осторожно, говорит глава комитета Хармс Эта проблема возникла прежде всего потому, что банки из осторожности больше не дают денег на финансирование проектов Уже есть первые такие случаи, причем схема знакома по Ирану Там правительство США вводило штрафы против иностранных предприятий Коммерцбанку это обошлось в 1,45 миллиарда долларов В результате банки не рисковали финансировать бизнес с Ираном даже тогда, когда санкции уже отменили Если такие санкции коснутся и финансирования, тогда действительно будет плохо, говорит Троер из Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Окажутся затронуты и те компании, которые вообще не имеют никаких дел с США, в том числе и средний класс Не будет сырья, рухнет и производство страх нарастает Когда недавно Германа Российская внешнеторговая палата спросила своих членов о том, насколько сильно их затронуло решение по санкциям То две трети сказали, что это их затронуло, а одна треть, что даже сильно Вот Альтмайеру придется это выслушать, когда он будет в Москве В программе визита запланирована встреча с предпринимателями Однако ответы может дать только Вашингтон И все же в случае с алюминиевым концерном Русалт пошли на некоторое ослабление Партнеры по бизнесу получили еще пять месяцев отсрочки Но теперь нам просто необходима ясность, говорит Эргли Ибо для любого алюминиевого производства необходимы предварительные два месяца Если не будет сырья, то рухнет и производство Время поджимает Но те, кто разговаривал с чиновниками из Вашингтона, по крайней мере почувствовали добрую волю Мол, в конечном счете они хотят навредить русским, а не партнерам в Западной Европе Я думаю, что тем временем американская страна поняла наши заботы, говорит Михаэль Хармс из Восточного комитета немецкой экономики Теперь, по его словам, надо своевременно получить пару уточнений Против неуверенности